Песня. Песня. Перед занятием я повторю, что еще надо было. Вот это тут про холодильник хлеба не было. Так, по чему? Не говори. По чему? По 17. Ну, что-то я тебе давал деньги, ты, значит, дала, я понял, что... 18 рублей. Да. Так, мне еще раз сказали, этот хлеб такой, что его возьмешь, а там продавливается и крышешь. Вот я дам ложку. Вот посмотрите, это я его отрезал, вот он лежит. Попробуйте. Какой он? Потом уберете. Вот он. Ну, попробуйте, вот он. Подавите его. Смотри, какой плотный, сырный хлеб. Вот видите какой, 17. Ну, более не 15, а 17. Вот я как-то знаю, она сдала. Это уже, это кажется. Сколько стоит? Вот этот мягший, раза в два. Вот как раз к этому относятся к пустотелу. Ну, это... Сколько? Ну, примерно, да. Вот и до. 24. Это дешевая, я не помню. Нет, это дешевая. Нет, это дешевая вообще. Можно за 23 рублей? Нет, 23. Ну, вот такой мне барабаш привозит за 15 рублей. В прошлой неделе они мне дали. Ну, короче говоря так, что вот это надо узнать. Где? Очень хороший хлеб. Я рекламу создаю. Угу. Ну, опять-таки это... Что-то я не убираю. Я даже понял, что... Смотри, к вам. Хорошая, хорошая. Плотный. Вчера говорили, что он не плотный. Абсолютно плотный. Посмотри, ты тоже была, говорила, какая... Вот, его даже не сожмешь. Его и так видно, какой он тяжелый. И, блин, Тихоныч, я лучше куплю, тот дешевый. У меня желудок вот такой не приливает. Поэтому ваша реклама для меня не работает. Чем вы шагает, тем полезнее. Так, он здоровый. Вот, вперед. Вот, вперед. Все. Все, вперед. Сегодня занятия довольно необычные будут. Перед занятием я вам раздал вот это, называется, клейка. В 16 турне, разрешите взять у вас, открытым окон, находятся вот эти самые фотографии. Ну, у кого нету, те, смотрите здесь, мы будем показывать вам. Смотри, сейчас я покажу. Вот, допустим, вот она фотография. Видишь, как выглядит? Ну, даже по цветам видно, где, как. Как она выглядит. Сейчас я покажу еще. Вот иду, где стоите фотографии, мы можем здесь увидеть. Вот. Сейчас я покажу. Вот, посмотри. Видишь, какие они? Вот. А эти фотографии, вот, они очень бледные. Посмотри. 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 Посмотри, какие они мне будут. Посмотри. Посмотри, насколько они все-таки, ну, разница. Почему так? И откуда эти взялись вот эти? Притом, у меня их очень много. Ну, если вы ничего не знаете, то вам очень трудно это рассказывать. Издавал книги, я отплачивал наличие. А там меня, посмотрите, которые вот это выводы делают. И приняли нового человека, и он сделал вот это вывод слабый. Вы видите, какие яркие цвета, вот, и какое это. И когда уже сделано было, мне принесли домой посмотреть, я просто сказал, мы не договаривались сам. Смотрите, сейчас я опять показываю. Вот отец Павел, даже чтобы было видно. Так, подождите. Вот, посмотрите. Разница есть? Огромная разница. Я сказал, что это так не пойдет. Я плачу огромные деньги, а мне так делать. Фотографию отличнее делает фотограф. Вот оно, посмотрите. Вот они какой сделали. А надо вот какой. Это тысяча рублей. Ну и когда приехал директор, ну что они, переморшились, взяли и переделали. Но надпавку я уже не делал. А у меня вот эти остались. Я стал их смотреть. Она как раз оказалась та самая, которую отдали, когда приезжала милиция. Вот они, красавицы стоят. По форме. Посмотри. Одетка. Мы ничего не меняли. Все так остается. Вот здесь фотографии. Вот у вас школа. Все даны в платочках. А то начинает говорить, раньше этого не было. Я говорю, это в 16 томе. Ну ладно, скажут, это церковное. Церкви мы ничего не имеем. Позвольте. А это в доме Глушкова Игоря Валентиновича, Галина Валентиновна рассаживает своих ребятишек. И фотографы, не какие-то фотографы, а первый фотограф Алтайского края, получивший особые премии от Путина, заслуживающий деятель искусств Каспришин Андрей Николаевич, фотографирует. Норма. Там никого нас не было, никто платочки не надевал. Значит, это уже было принято. И никто не бунтовал. Ну, смотри. Вот они сидят. Теперь посчитай надпись. Что написано, поднимай? Галина Валентиновна. Прекрасная огородница. Так, что здесь порочищало? Галина Глушкова, теперь прекрасная огородница. Ну, давай, мы добросудим. А вы такие надписи делаете, это позорит. Объясни, где позорит. Как это можно вернуть и сказать, что против? Я похвалил тебя на весь мир. Книги оплосаны в Америку. Во всех странах буквально. Здесь Англия, Израиль. Я даже не знаю назвать где. Нынче где проехали. И везде все считают, что это их ребятишки. Да это их Галина прекрасная огородница. Ну, она не только хорошая мама, но и огородница хорошая. Люди сразу начинают комментировать. Вот все, абсолютно сегодня брак переметнул на левую сторону. Я ее порочу. Как? Ты бы сидела, и никто не знал. А теперь все знают, что ты прекрасная огородница. Дети подняли. Но я просто так не пишу. Я закладываю другой смысл. Кроме этого-то. Она за возвышенный-то. Это хорошая мама означает. Послушные дети. Одеты прилично. Она огородница. Она вырастила этот овощ прекрасный. И люди сразу, которые уже знают о том, надо же. Вы прямо здесь смысл заложили какой-то. Двенадцатый тур. Но я заберу одну. Здесь же не одна. Здесь сама Галя стоит в платке. Сейчас я покажу. Вот. Видишь, сколько здесь есть. Это ребятишки. Вот они. Вот они в платочках стоят. Это они в церкви. С Рождеством. Это в церкви. Вот она Галя стоит. Пожалуйста. Ее рядом дети. Что на нее? Повалили, надели платок, что ли? И никто не бунтовал. Никто против не был. Ну и тут дальше опять же. Детки ее. Сама стоит. И надписью какие. Прочитай. Вот это. Прочитай. Что это написано? Ну-ка. Что-то все слепые это собрали. Что такое? Самое трудное. Богу молиться и с дитями водиться. Одна треть. Вывод как душковых. Вот. Пожалуйста. То есть это еще не все. Это слова моей мамы. Самое трудное. Молиться. Не пальцы перебирать. И с детьми водиться. Водиться это означает воспитывать. Это только в одном. В одной книге. А дальше посмотри сколько здесь. Вот здесь Минаева стоит. Это стоят уже не в церкви. Вышли на улице. Здесь батюшка. Говорит, что веселый. Это на занятиях. Вот теперь я хотел вам задание. Уже дал. Сегодня. Вот по этим картинкам. За один день мы не пройдем. Почему эти картинки взяты. Второе. Почему такие надписи. И какие бы вы хотели надпись учитывать. Разъясните эту надпись. Какой смысл она носит в данной картинке. Ну вот первое. Какой смысл имеет. Призовем девицу. Что она скажет. Какой смысл. Она от раковицы. Ну да. А это смысл идет о замужестве. Да. Непонятно мне. Вот мне непонятно. Да. Как бы оно не по смыслу. Не по смыслу. Так, дарь, дарь. Вот это твое. Ну теперь даже не по смыслу. Так, кто что хочет сказать. И я тоже самое забронить хочу. Ты посмотрела? Да. Вы знаете, вот здесь еще один снимок есть. Вот. Так, подожди. Сейчас так. Мы внимательно все разберемся. Давай. Так. Так. Взято место писание. Книга Бытие 24, 57. Кому это говорится? Так. В Библии. Когда ревепу призвали. Пойдем за этого человека. А она говорит, пойду. Лишь мы с домостроем. Не стало набивать себе цену. Да, да. Не знаю. Можно ревепу, косолапый там, ревепу какой-то. Не видела глаза и пошла. Я уже дома этих овечек пустил. Так. Кто что хочет сказать по надписи? Фотография тут понятно. Это... Ну вот ребенок, дети. Во-первых, дети тут. Ну. Взято женская половина, значит нет мальчика. Ну, 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 ну. Я бы сказала, что позволяйте детям приходить ко мне. Так. Вот это большее подходит. Так. Больше подходит. Так. Ты бы что сказал? Не знаю. Так. В первую очередь, кто не согласен с надписью? Поднимите руку. А что? С надписью не согласен. Так. Вот она говорит, ты выскучала одна. Полностью. Я не могу сказать, что я не согласен. В своем мнении. Так. Кто согласен с надписью? Поднимите руку. А почему? Что надпись взяла с большим смыслом, чем ответила девица. Знаешь, что такое секта? Секта, отец Дмитрий Дудков объяснил очень хорошо. Это узость взгляда на истину. Ты не думаешь, если там они плохие или там они хорошие, прекрасные, но они смотрят узко. Вот субботник взял субботу, кроме субботы он ни о чем не может. Иеговисты узнали Игова. А ты Богу знаешь имя? Игова. Так и Игова. Он даже не может никак шагнуть никуда. Он узко смотрит. Православие все есть. В Богдинске говорят, что у нас это все есть. Что говорят иеговисты есть? Православие это широта взгляда. И понимать только по отношению к замужеству, это чисто сектарский взгляд. Узор взгляда на истину. Вот эту девицу, давайте вам спросим, что она может быть и не совсем православная. Кто-то другая. И вот она в школе учится. Ну маленькая еще она теперь. Мы не знаем что такое. Но вы знаете, что эта девочка сделалась лауреатом по определенному музыкальному в Армауле. Получила первую премию в Балдайском крае. Притом дважды. В течение года за год. У нее талант. Она была здесь даже, что-то играла. Вот я привез. У нас там попросили сыграть самим, эту мусульманку. Но она начала играть. Я спрашиваю, вы что-то окончали? Она окончила музыкальную школу. Закончила консерваторию и академию. Что же она не будет играть? Это пока только училище. Призовем девицу. Что она скажет? Вот если ребенка маленького призывать, вера, надежда, любовь. Восемь, девять, одиннадцать лет. Призван их император Адриар. Это первый век, второй век. И что она скажет? Она говорит, мы из одних их учились. Он мучает одну, убивает. Второй, теперь третий. Ну хоть третий пожалеет, как семь сыновей Маковецких. Что скажет? Она императору так ответила, что он весьма удивился. Вот епископ Павел, а у него четыре ученика-школьника. Ну и ему арестовали, и ребятишек захватили. Ну, каждому далось сколько дать. Да сколько лет ему, столько и дать детей. Сколько лет? Семь лет? Семь лет? Вот третьего ходили. Сколько лет? Восемь. Да, которым мало было, а они, говорит, очень страдали от того, что мало лет, а то бы больше за Христа пострадали. Было бы мне тринадцать лет, мне бы тринадцать детей дали. Они еще перед другом хвалиться стали. Кто больше удостоился пострадать за Христа. Он нас попробует только трогать. Я мне Грицию сообщу. Что христианство? Что христианство? Это ничего нету. Ни по житиям, ни по Библии. При заверии ребенка, девицу и что он расскажет. Я вам как-то говорил, он мальчику пять лет. Девочка близка к этому возрасту. Пять лет. Ну, он неправославный еврей. Ему вопрос задали. Скажи, вот тебе нужна невеста? Конечно. А как ее добыть? Вот как добыть? Спроси теперь мальчика. Вот так вот, стеклу. Как добыть невесту? Он не поймет даже, о чем спрашивает. Еврей-мурщик его. Он говорит, вот какая мне понравится, которая папу с мамой слушается, и чтит Бога и Его, исполняет весь иудейский закон, вот такая мне будет нужна жена. Но если такой нет, ну война бывает, я захвачу плен. Ну, пусть она сорок дней по отцу матери плачет, но где-то жжет волосы, а потом я ее смею. Пять лет ребенку, он наизусть говорит мне стать описания. Таким образом. А еще как? Ну, старший брат умрет без детства, я имею право забрать жену у него. Восстановить семя брату моему. Он и семя-то не знает, ничего. Но, мы видели, вот есть такое искупление. Пасха. И вот такого они шмоют, а саму их маленький ребенок. Маленький. И они спрашивают. Шмыль, а почему мы едим горькие травы, и мы начинаем говорить об исходе евреев, и как Бог заповедовал? А почему мы во все дни едим хлеб, кваслое, сегодня прессы? И он опять все отвечает. Ну, кто видел фильм искупления? Видели? Видели. Хороший фильм. И вот такой. А он говорит, какой замечательный у нас племянник. У всех. Похвалили его. Вот у меня есть ролик маленький. Два года мусульманка. Ну, два с чем-то там есть. И ей задают вопросы. Я посчитал это больше двадцати вопросов. И какие вопросы? Какая мусульманка победила большое число римлян? Она называет имя, а сама что-то копается там, делает реже. При таком-то императоре она семь римлян погубила. Дальше еще вопросы задают. А кто такие христиане? Христиане – это неверные. А кто такие иудеи? Иудеи – это свиньи. То есть ее как учили, она так отвечает. Но она четко и ясно. Произносит имена. У нас как-то было на Рождество, стали спрашивать. Иудеи уже, я не знаю, на пятом классе, рождественские вопросы не могли ответить. Ну, Христос родился в Ифлееме. Скажи, а после Ифлеема куда они отправились? В Венепет. Ну? А оттуда куда? На Завет. На Завет. А что такое Капернаул? Знаешь? Посмотри на ее. Третий вопрос. Что такое Капернаул? Город. Какое отношение ко Христу имеет? Ну, он сотворил там первое чудо. Так, не совсем понял. Чудо первое сотворил. Чудо первое. А жил он там или нет? Видишь? В каком классе учился? Ты уже на лет 15 есть, наверное? 14? 14. Это два года. И она отвечает. Куда пошел он? Из Мехи в Медину. Почему? А они занимаются. А голос за кадром слышится. Он там какой? Шейх Мула ее спрашивает. А они учат. Я разговаривал с Амирой. Она преподает в школе. И прислала на снимок. Все до одной. В хиджап одеты девочки. И вот так вот сидят. Рука за руку. Здесь может. Вот. Никуда. Дальше такого у них. Я когда занимался языками, приезжал в Хабаровск. Институт иностранных языков. Ну а там вообще, видите. Я же не в институте учился. Я в Хабаровске. В Хабаровске был в Хабаровске. Сержантом. С одним познакомился. Он кореец. Кореец. А учитель, говорит, у нас был в Китае японец. На что он корейский, японский, китайский. И теперь в Инициативе института иностранных языков. Ну я говорю. Какая у вас дисциплина была? Ну как? Руки. Вот, говорит, и сидим. А голову поворачивать. 11 градусов можно. 12 градусов. Учитель определил, говорит. Вот 11 градусов. 12 уже нельзя. Учитель ходит. У него линейка. Показал, примерно, три фальса такой же толщины. Он ходит на левую операцию. Он как? Реже этой линейки. Вот такой вот высоты. Первые в мире взлетатели. Куда не клеить все японское. Все эти панасоники. И как они умеют быстро все восстановить. Какая храбрость. Самый храбрый в мире солдат был призван японским. Почему? Его учат. Русская нация сегодня самая незащищенная. У нас нет объединяющего. Раньше было как там? Православие. Сегодня все вышибано. Каждый за себя. Каждый себя тащит. На его глазах убивают. Он даже нужен. Вот. Его убивают. Попробуй тронят. В армии где-то там какого-то. Татарина или чеченца. Если их там 15 человек есть. Они похватали оружие. Забарриконировали. До самого Путина все дошло. И никто не может подойти к ним. А они защищали своего товарища. У нас этого нет. У нас каждый за себя и из себя строит какую-то. У нас есть. Дианец. Отначально. Вот такую девизу можно спрашивать. Я замужец. А для чего ты живешь? Вот теперь маленькие такие кремлетишечки. К маленьких спросим у мусульман. Она ответит очень еще. Служить Аллаху. А как мы спознаем из Корана об Аллахе? А что нужно делать для этого? Она отвечает. Совершать намаз. То есть пять раз в день надо молиться. А где молиться? Она все это знает. Ей вкладывают. Вот она наступает и говорит. Хорошо быть второй женой. А не первой. Первой труднее. Первая уже имеет навык. У меня рождаются дети. Я более свободна. Мне старшая помогает. Потом только ой-ой-ой. Видал. А там что-то где-то написал. Ничего. Глаза не видел. С ума сходят. Претензии какие? Прелюбодеяния. Все закончилось на этом. Один ответ. Спросим девицу. Каким путем получить спасение? Может она ответить? Вот это давайте. Призовем девицу. Ширко смотри. Я же здесь же не написан. Спросим ее о чем-то. Любая фраза в Священном Писании она намного шире. Она на Верхом Завете. Апостол Павел говорит. Это написано для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое. 1 Коринфянам 10 глава 611 стихи. Это написано для нас, достигших последнего времени. Все Писание Бога Духновенного. И вот эти слова, которые я подставил, они как раз показывают. Это не трафаретные слова. Просто девица стоит и молитва. Это значит православная, видна деда как. И эту девицу теперь мы имеем право спросить о Божественном. Скажи, у тебя родители есть. Как им нужно относиться? Спросит девица. Она скажет, щи отца и мать. А еще, прокрут взрословище отца и мать. Она должна знать это четко. А это едет Катерина, его дочь старшая, и поносит отца одного, который снимает. А батюшка говорит, ты трусы и щи носишь. Кто тебя кормит-то? Бестыжие. Да папа в церковь ходит. Мы не будем в церковь ходить за то, что папа ходит. Это даже вообразить нельзя. Это уже не просто поношение, а злобой все потопленное. Спроси девица. Вот она, видите, тебе так должна отвечать? А она должна ответить согласно написанию. И будешь написано на заповедь с обетованием. Есть заповеди, которые не при любодействии. Больше ничего за это тебе не будет. Ну, при любодействии, не крови, ничего. А это и будешь долголетие на обещание дается. Тебе врачи не помогут, которые помосят отца и мать за условия. Во-первых, они прокляты смерти рублёши. Им смерть вынесена. И они будут мало жить. Им уже приговор вынесен. Мать, научившая их поносить отца, она дома хружила черно-пиолетовым кругом проклятия. К этому дома не подходи. С детьми не знайся. Они тебя научат недоверно. Ё-моё. Я не вижу, зуб-то больной была. Вот. Ё-моё, внучата были здесь. И только твои дети встретились, они сразу начали её учить уже плохому. Сразу начали учить. Ё-моё, они там и причастны там и служат. Никогда мы больше не будем и прочее. Они говорят, а что такое с ними? Ещё платки-то на деле-то. Они не просто, они активно проводят политика, если её назвать так, злословие. И это никогда добрых плодов не принесёт. Итак, снова к тебе обращаются. К месту написано? Я считаю, нет. Так осталось на своём? Да, да. Я это ещё не могу. Так-то маленько бы добавил что-то. Ну да. А теперь мозги есть. Тогда бы уже добавлять. Слово уже нельзя добавить. Нельзя добавить. Значит, к другому месту. Вот была бы туда, чтобы взрослая. Ну да. Вот это уже добавили. Вот это сейчас называется узость взглядом на истину. Ну, конечно. Это называется экстракляция событий, времени. С того на это время. С того возраста, что было сказано Елеазару, старец, что Симеону было сказано, «Ныне отпущаешь арабат моего». А ему было 360 лет. А мы взяли. «Ныне отпущаешь арабат моего». Умирает. Вот такой ребёнок. Ну, это не подойдёт. Как он войдёт? Он уже уходит в мир. Он умирает. Относится их к младенцу, их возрасту. Я тебе объяснил всё. Дальше остаётся только стародреческое упрямство. Ты должен сразу сказать «Да, я поняла». Действительно, это очень широко. Вот. Я не могу понимать. Назаду маленько. Ну, я практически изумляю. Хорошо, я объясню. Я не вижу. Вот такой парад Владимир Владимирович Маяковский. И когда он читал стихи, то один встал и говорит, «Владимир Владимирович, мы с товарищем вашей стихи не понимаем». Он ответил сразу же. «Нужно иметь умного товарища». «Умного товарища надо иметь». Ну ты умный и вес? Arabia тбили, а они тебе будут разъяснять. Вкусное. Вторители и товарища надо иметь тебя. Нужно хорошего товарища, умного. А не могу говорить. Кричишь сильно не мог понять, честно скажу. Умный, умный, ума много. Но. Он говорит, «Нужно такое…». «Юн с товарищем не понимаем ваши сними». Это же я поняла. А он, говорит, «Надо умного товарища иметь». А, умного товарища? Ну, и тебе, нужно умного иметь дома. Хозяина. Вот тебе всё разъяснило. Это я сама, мне объяснили. к месту нет этого? Ну я опять считаю, нет. Я когда увидела в томе, я сам. Я понял. Вот я когда доказываю, говорю, постарабляться, давайте. Я сейчас вам докажу, что троеперсия в равной степени несет в себя или нет ереси. Я докажу это. Доказал. Ты поняла, что троеперсия нисколько не хуже твоеперсия? Нет. Ну ты согласен, что я сказал? Согласен. Ну теперь ты понял? Нет. То есть у него... Вот не может никак это булышек свернуть. Нет. Ну тут просто надо сказать, что на картинке нет троеперсия. Еще раз говорю. Ширина. Я вот здесь вторая. Подожди, подожди. Это картинка. Это девица. Это не девица. Это отраковица. Это маленькая. Это в семи словах отраковица, и спросим, такого нет в книге. Если ты библию считаешь. Отраковица и не спрашивай. Это идет каждому человеку. К тебе относится это в равной степени. Давай спросим. Ну, я тебе объяснил. Давай спросим, что она скажет. Вот на этой картинке. Заговорим три, и я узнаю кто. Теперь кто хочет что добавить. Медленно, подождите. По этой картинке что можешь добавить? Еще один. Теперь перелести на другую страницу. Старайся. Это я ничего не понимаю. По порядку мы идем. Не так не нужно. Вот это вот бутылосипед. И вот наши занятия. Пришел проект по учебной части. Сергей Борис Васильевич. Как мне говорят, считает, это самый умный профессор для 2100 студентов. Вот он. Доктор технических наук. У нас очень близкие отношения. И вот что тут написано? Просчитай. Сплесни руками твоими и топни ногою твоею. Да. Удачно. Он так руками развеет. Да. А о чем дело? Он пришел не случайно. Пришел на наши занятия. 450-я аудитория. Технический университет города Парнавула. И говорит. Я принял с вами приятное известие. Вы должны знать. Из эмбархии. Пришел секретарь. Гончаров Сергей Михайлович. И принес бумагу. Чтобы мы вас отсюда выговорили. С университета. Я говорю. А почему? На каком основании? Ну вот так. Это епископ. Там что-то такое. Говорит. Я не пойму. Говорит. А что у вас там? Отношения какие или еще? Говорит. Как помещение нужно? У нас только аудитория свободная. Пожалуйста. Приходите. Почему? Мы должны вам отказывать. Вы ведете семнадцатый год у нас занятий. Не хотите замещать. А мы платили за помещение. А потом он стал приходить с подарками. Придет еще и подарки нам принесет. Не платили. А еще он подарки нам. Приносил. И вот я вхожу это к узкому тому событию. А теперь и далее. Говорит. Он взял в книге тринадцатый том. И говорит. Я понимаю. Вот конкретная работа. Вот лагерь. А почему они детьми не занимаются? И дальше что он читал? Он четыре тома лежал в больнице. Прочитал и приобрел. Купил. Я советую каждому приобрести книги. Ну. У кого посредством есть. Сколько я здесь о профессор. И сколько получил полезного. Эти книги украсили в любую библиотеку. И вот он пришел и развел руками. А я теперь это и показываю. Он удивляется тому что здесь идти. И на какие хорошие отношения. Большая доска. Книга. Икона. Но это можно взять намного шире. Не только по этому событию. А по и другим. Что? Столько было врагов. И Бог их всех рассеял. Никого нигде нет. А они ведут там занятия? Нет. Не ведут. Они не будут вести. Они в выдворе ренация вел занятия в летном училище. Высшее национальное училище. Потому что они установили с патриархией какой-то союз. И они назначили человека. Бургин отец Николай будет вести. Он по связи с силовыми структурами. Я говорю. Они не будут вести занятия. А почему? Да конечно деньги все делают. А я у них беру занятия. Четыре, кажется. Года ведет занятия. Ну как так за рень? Проходит время. Они звонят. Приходите и ведите занятия. Они правда позвонили и сказали. А сколько будете платить за час? У нас лапки четыре года. Ну мы не лапки. Мы не можем так делать. В четыре года. Здесь первая звонила. В 470 курсантов. Прекрасное помещение. Я говорю. Понял. Будущего в вашей церкви нету. Вам они бабушки нужны. Вот и все. Дальше. Дальше. На этой стороне. Показывай. Считай. Мужей, жены, детей, чтоб они слушали и учились. Ага. О чем здесь и что за картина? Не знаю. Ну как. Тут все уже открытым текстом. А что бы ты написал? А. Чтобы законить, значит. Да. Так. Посмотрите. Яма, что несут иконы. Иконы носят у православных дети. Это крестный ход. Ясный ход. Вот. Верно впереди несут тоже иконы. Более взрослый человек. Дети идут. Какую бы ты сделала надпись сюда? Не мешайте детям приходить. Все? Да, хорошие. Все идут. Не мешайте детям. Каждому рисунку где дети, они бы тоже были. Больше ничего не надо. Да. Ты видишь, какой он был. Иконы здесь разброс. И здесь дается пошевелить мозгами. А для чего это написано? Почему именно это место? Когда я конспектировал Иоанна Златоуста, как я помню Восьмой Том, и он объясняет такие слова. Иван Гелятарна. Он говорит, жену, все сын твой. Иоанн Златоу столкнует и говорит, это второй сын. Теперь меня нету, я твой сын Иисус. А теперь меня разбинает, он говорит, это настоящий друг, а друг, это второй я. Я в тупень стол, как это второй я? Я закрыл, вышел на колесо, стоял. Я стал молиться. Постепенно, постепенно дверка начала открываться. Друг, это второй я. И мы дорогой эту тему обсуждали. Никит, а у тебя друзья есть здесь, что ли? Друзья, да? Все ли они ошибся? А это не те, с которым ты делешься там или что-то. Ну, я вас мирился, ты помнишь? Ну, простите, друг друга просто молодец. Ну, назови кто этот друг тебя. Не в семье, может быть, а за пределами семьи. А то ты сейчас стюку назовешь на собачку свою. Библия говорит, человек дружбу свою направляет так, должен направлять, чтобы друг был похож на него. Я в епархии сказал священнику. Я хочу, чтобы вы были похожи на меня. Вы теперь спросите, я хочу быть похожи на вас, священники? Мы, я говорю, как чугу вас боились. Вы все разлагаете, все покрываете ложью. Единого слова я не могу найти, чтобы оно соответствовало истине. В конце секретарь только сказал, что под каждым словом могу подписаться. Значит, они больше знают. Итак, главная мысль какая? Что все должны слушать и учиться. Начиная с Итого. Но на законе же он нужен в речи. Да. Слушать и учиться. Вот, допустим, Иои говорит так. Туда, Господи, веди моих героев. Я могу здесь эту надпись взять. И Алиля. Три и десять. Вот туда поставим герой. А почему? Какие тут герои? Герои веры. Туда, Господи, веди твоих героев. Но я подумал здесь, может быть, рановато. Давайте лучше сделаем так, чтобы слушали и учились. Так, кто не согласен? Кто хотел бы другую надпись сделать? Так. Или четвертое. Вот он, крестный ход. Как бы от того оторванца вперед прошел. Считай. Ибо от вас пронеслось Слово Господне. Ибо от вас пронеслось Слово Господне. О чем это? О проповеди. А тут проповеди нет. Тут еще заложили такой смысл. Крестными ходами, сирионами, мы никого не обратим к Богу. А Слово Господне пронеслось. Это праздничное. По чину положено. Мы это совершили. Но лучше живое Слово Господне. Не будет Слово Божие, а ничего не будет. Вышелся эти сей. А семя есть Слово Господне. От вас пронеслось Слово Господне. И на каждый крестный ход, мы можем сказать, это уже в ироническом языке. Пронеслось оно или не пронеслось? Ну так. Они все проповедники. Ездили, проповедовали. Конечно, пронеслось. У нас не принято. Православие это не принимают то, что мы говорим. Зачем вам это нужно? Пронеслось. Вот именно представь. Библию несет. Библию несет. Ну принесли, положили. И дальше еще нету. Слово Господне пронеслось. Как? Они ехали. Возвещу слово твое. И дальше ты 50-й Псалом читаешь. 50-й Псалом. Научу беззаконных путям твоим. Научу. А это в закрытом виде. И когда говорится, чтобы оружие было в правой и левой руке, вот так оно не держится. Вот так оно. А так вот. В правой и левой руке. Оно в раскрытом виде получается. Одной рукой я могу в закрытом виде держать. Могу в левой держать. А открытое. Вот так вот. А так не считается ничего. В правой и левой руке. От вас слово Господне пронеслось. А теперь начинаю работать над собой. Пронеслось оно? Как оно пронеслось? Когда? Закончилось ли? А если оно пронеслось, то нужно знать до какого места? И могу ли я усилить это? Дальше пронести это слово Господне? Как это будет видно? В каждой обстановке ты должен увидеть что-то новое. С кем как разговаривать? Вот нам говорили, мы поехали. Ну, кому не понятно. Слово Чечня наводит на людей сегодня немирное настроение. И нам, мне по интернету, и так говорили, вы туда не ездите. Зачем вам это надо? Ну, понимаете это? Просто вы погубите себя, людей, машину и прочее. Я подумал об этом. Стали молиться. И ни одно замечание мимо не пропустили. А вы еще в Южной Республике там знаете, есть такие Дагестаны. Там все временно пришел лишь обстановка. Сейчас, говорят, Казахстан подбирает в руках все мусульманские, которые у нас в стране, чтобы Эмират, какой раньше был, то есть империю мусульманства создать на стороне. А русский человек теряет и теряет свое. Русский человек был всегда ведущим. Теперь будут только мусульманские. Вот эти казахи, киргизы, все мусульмане. Это не два, не три человека, а два миллиарда. В Южной Республике этого нигде они не могут по-другому начать вести политику. Вы думаете, за красивые глазки Рамзану Кадырову героя России дали? Отец у него Ахмад, герой России. И везде его портреты. По Чечне, когда мы ехали, Рамзан Кадыров стал спрашивать, а как мир там установился? Дело непростое. Я стал смотреть литературу и нашел, насколько это соответствует действительности, я утверждать не могу. Там так, или ты делаешь, или не делаешь. Показывает, у него идет совещание, селекторное. Прошло, там теперь в личном присутствии пришли. Не видно, кто сидит. И вдруг он на кого-то говорит, и даже на него уже кто снимает, показывает. Встает там майор, милиция. Так, с чего гребешь сидишь? Так, выйди отсюда. Вы сняты с должности. Вот все, другие уже поджали себя. А другие вызывают на вид. Давай, которые главы администрации, я тебе покажу, как надо работать. На вид. Так набить нельзя. А на вид, где-то он ему задаст, а следует. Он по себе законы не делает. Его хотели сделать президентом 27 лет. Он говорит, у нас закон с 30-ти. Но мы можем сейчас поместить закон, принять другой закон. И зачем это уже, это не надо. А у него нет высшего образования. Он за это время кончил высшее образование получил. Вот которое сейчас есть. Он знает их всех, сам бывший боевик. Они разбрелись по силу милых. Побежали. И будто бы от него постные люди, которые их находят там. Которые против трепа двоих всех. Уничтожаете все. У них это принято. А которые были, они будут взрывать и взрывать. И будут взрывать. А что делать? А люди, которые остались там. Когда-то захватили, они говорят, там сидят под поле. Еще 200 человек, которые готовы взрывать и взрывать. Так. Ростовиков учатся всех. Арестовать всех. Один от сети тюрем отдельно сделал. Которые в тюрьмы тень не ходят. Это, кстати, отдельно говорят это. Ростовики сидят. Все в предупреждении. Один взрыв. Все родственники исчезают. Жена, дети, ни одного не будет. Следующий взрывает это. Я вас ловить не буду. Вы сами любите ко мне. Все взрывы прекратились. Он знает, как работает. Его присваивают герои России. Вот центральный проспект Парнауля, Ленин. А у них едет центральный проспект имени Владимира Путина. Я такого не генерал. Большие, большие друзья. Ему говорят, ну а как же у нас закон Конституции. Движины нельзя иметь. Ну вот у вас там многие имеют. Он говорит, то и что. А Путина? Да Путина что, он глупый что ли? Ему что, он уже беженый? У меня глава администрации имеют. Он сам мешает. Прокормит, значит прокормит. Чего Путин тут будет жены нашими распоряжать это? Все. Мы это увидели своими глазами. Побыли, посмотрели, засняли. Это маленькая частичка, но она уже о чем-то говорит. Действительно, конечно, нужна везде. А если он умрет? Что будет? Так. А знаешь, как в Польше придется сейчас? Когда премьер погиб, чтобы в одной машине премьеры презентировали. Кеннеди убили. У меня есть книга «Убийство Джонга Кеннеди». Вот такая книга. Пишет тот, кто участвовал во всем этом. Так туда полетел, который у него заместитель, так скажем-то. И там у гроба. Еще даже гроб не принесли. И похорон не было. И уже все это заснимать на кинокамеру. Там достали судью, предсудье по всем законам. И он уже вступает в должность президента США. И это сейчас всем только обладает всем. Жакиль Кеннеди. И она уже обращается к господин президенту. И нам обратно уже вся Америка знает. Самолет летит с новым президентом Джонсоном. Линдон Джонсон уже президент. А если убьют этого? Убьют рядом с ним помощник. В этот же день он заступит на его место. В этот же день. Это все в государственном масштабе, я думаю. Нам вообще надо думать. Нет. Она, по-видимому, нуля. Извини. Она хотела, наверное, спросить. Вот именно такой президент погибнет. А какой ли заместитель-то? И что потом будет? Это право. А куда знать? Да. Что потом будет? Что потом будет? Ну, хорошо. Я думаю, как бы хуже не было. Наше дело – определенная молиться. Другого она не добудет. А что будет? А какое будет? А Господь нам не дал гадать этого. Не ваше дело знать времена и сроки. Он знает, как. Хотя я уже слышал, и даже в интернете, что будто бы Рамзан Кадыров сказал, что я хочу уйти на покой. Он совсем молодой. Да. Самая большая мечеть построена. Православных храмов там нет. А мы едем, православный храм стоит. То есть, ну, несоответствие действительности. Дороги такие, только вы видели в Германии, какие дороги там строят. Вот как вот этот стол вот такие вот. В Провенке больше, чем в других. В республиках не было совершенно нормально. Ну, стоят вооруженные. Видимо, за плитами там только выглядывают. А другие выходят, а другие там, чтобы их не пристрелили. Вот и все. А как они нас приняли, это можно на видео посмотреть. На фотографиях. Мы стали фотографироваться. А в это время там их министр был по образованию. И они, несмотря на это, оторвались оттуда. Встретили нас. Приняли книги. И тут мусульманка шла. И встретились. Они еще показали 5 на 5 у нас. И фотографии оттуда привезли и сбрознули. Так. Откройте вот эту вот. Зайдите. Так, а где батюшка там с машиной? Так. Что тут написано? Ты учил каждый день в храме. Подходит? Подходит. 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 Что здесь может быть заложено? Больше того, что написано. Если просто полностью сходится, то размышлять больше не о чем. Что за этим следует? Ну как? Мы учили. Ну я, допустим, вот это вот попало к епископу. Да. Вот эта книга. 16-й том. Епископ смотрит, в первую очередь, один цивильно. То есть по гражданству мог. Реально видно, что чтец. А какое право он умеет подповедовать? Ну это надо все узнать. Ну как? Не положено. Ну мало чего не было. Спросить, кто тебе разрешил. Вот теперь можно дальше развить. Как это может быть? А в храме-то о чем можно говорить? Не о чем? А кто сначала? О внести. Кто? Ну почему это бородается? По вашему виду пишет. Мне кажется, что человек бородается, может проповедовать. А вот реально было принято так, что священники не имеют права проповедовать. Только епископы. Ну я хочу сказать, что ваш внешний уже говорит о том, что нет посторонних. Но почему надо в цивильном? В гражданском платье. Ну это наше право. У тебя же есть подрядчик? Есть, конечно. Почему не оделся? Ну почему не оделся? Почему? Я не оделся. Ты чтец? Ты вопрос задала? Да. Я чтец. То есть я чтец на законном основании, но человек этого не знает. Он должен дальше раскинуть. Между собой сейчас они все это рассуждают. Скажите, а епископ знает? Они начинают так. А епископ их знает? Да, знают. И потому что епископ здесь в алтаре стоит. Ну значит он не меньше чем чтец. Они говорят. А почему так? Так это не обязательно. Это уже наденеть не наденеть. Дело в том, что в моем подрядчике, который мне по росту, по размеру шею, Виктор Андреевич летал в Америку. А когда вернулся, я ему совсем не подарю. Потому что он при богослужении считает, выходит. Ну что и другой? Это не так? Да зачем? Да зачем? Я говорю в последнюю пробую и ухожу. Подряд с ним я подарил, потому что больше пропадать не будут. Ну это так. Видишь, сколько здесь уже закрывается. Открывается за этим. А вот следователь, который начинает расследовать, он все это добился. Он начнет с малого. И начнет подкапывать, а почему это так? Так, а это что, считает? Да нет, это только из священного писания. Это что-то маленькая бумажка-то. Так, из священников это... Он все абсолютно ничего не знает, он все узнает. Нужно научиться задавать правильные вопросы. Теперь каждый его обратит к себе. А разве только в храме нужно проповедовать? Не нужно ли проповедовать это всюду? На дорогах, за обедом? Ну да, это правильно. Но здесь говорится, наверное, о определенном человеке. О чем каждый день проповедовать? Да, конечно, нет. Но место такое есть. Каждый день в храме. Скажут, а у него это исполняется? А люди, которые знают, да, исполняются. А почему? Потому что я пишу проповеди. И тысячи слышных проповедей в книгах находятся. Тысяча-триста проповедей. Я в этот день не выхожу, но проповедь моя в этот день закладывалась здесь. Я на ней тружусь. Тысячу с лишним. А каждая проповедь это тридцать пять без священного писания. Так, кто хотел бы другую к этой фотографии надпись сделать? Другую. Нет? Нет. Так, следующую поворачиваем. На другой стороне. А, смотрите, не так нельзя. Давайте вернемся к этой машине. А тут тоже непонятно. Ну давай. Да не говорит ему. Вот мне о сухой идее он. Ну тут же не емайте. Тысяча тебе что? Обязательно должны быть штановшим фотографироваться. Конкретно надо. Что написано? Происмотрено. Чисто старообрядческий подход. Так нельзя. Писание. Писание, когда мы читаем, Христос объясняет. И понесут на руках. Бросься вниз. Совершенно как будто не к месту отвечает. А когда дальше начинают считать, события показывают. Это единственный правильный ответ. Ну дальше читать. Да дальше ты читай. Тебе место указано где? Исайя 56.3. А теперь ты открывай и читай. Что это означает? Грузят сухое дерево. И обыкновенно в этой работе, когда грузят сухое дерево, вот такое место писание, которое призывает к большим размышлениям. В каком бы ты состоянии ни была, больная, старая, ты не говори, как емко сухое дерево, Бог ждет от тебя плодов. И вот это дерево, оно может заподоносить. Вы знаете, палки обыкновенные называются жезвы. Ну начали детендовать там старейшими. Вот. Почему ты над нами старше? Тогда взяли в Вестину, и в Скиню залезли, и утро вытащили, а Аароном жезвы, жезвы, палки обыкновенные, он за ночь засвел, пустил ветки, и на них плоды лисят готовые яблоки. За одну ночь Господь говорит, я покажу, кто. Не говори, что ты сухое дерево. Ты говоришь, что у меня талант нет, у меня памяти нет. Да я никогда, ты не знаешь, что в тебе есть. Вот за зарытые таланты придется отвечать, а за таланты, которые не получил, не придется отвечать. Но ты свой талант найди. Я повторяю, мне семьдесят четыре года. Тебе сколько? Семьдесят три. Да ты помоложе меня. А больше никого тут нет. Одна только Серафима. И я каждый день молюсь несколько раз, Господи, помоги мне обнаружить мои таланты и умножить их. Я их все не знаю. Я не знаю, внезапно вдруг что-то такое приоткрывается. Почему я раньше на это внимание не обращал? Совершенно новое. Да не говори в емках, я сухое дерево. Я хотел с Никитой тут поговорить. Ты едешь через такое место. Там будут встречаться умные ученики. А кто ты такой? Деревня. И что ты такой? Дубовы тебя обнаружат в течение одного дня. И на тебя пахать будут. Заставлять воровать деньги, лупить тебя будут. Ну, как говорят, как собаку. Перенеси их. Ты можешь взять рукой на себе, бездумно становиться в козу. Тебе себя не защитить. Часы не бери. Они в один день где сняты будут. Никаких телефонов не бери. Пуговки тебя оторут. Себе сделает такое, что ты сам не знаешь, что такое. Это школа. Я читал, правда, учительская газета там пишет. Ну, они старые учителя на пенсию пошли. Ну, и готовят твоего внука свое. И я говорю, в школу идешь первый класс, ему букет цветок. Учительница подойди. И вот они его ждут. Нету. Уже время. Обед нету. Наконец дверь открывается. Бросил портфель. Воротник оторванный. Портфель весь грязный. Эх, вы предки, сидите и не знаете, как писка называется. Они ни разу от него не слышали. А он узнал в один день. И он пришел, первый урок прошел. Так и ах, мне. Они еще по старым меркам верят, что пойдет в школу. И как будет открываться, ну, в первый класс. Там у вас звоночек. Вот я вижу, что учителя созвонят. Первоклашка, первоклашка. И он такому здесь научит. Это не потеряющая школа. Я слышал, будто вы домик купили тут. Уезжающая от нас в Корщино. Корщино это перевалочная база. Там им не задержаться. Им потребуется ехать намного дальше. Я вам говорю заранее. И причина поехать главная будет одна. Скрыть позор. Больше ничего не будет. Потому что главное, мстители не в мужах. В детях они подрастают. И все, что сейчас в них высевается, они обратят на мать. Когда они будут понимать. Скажут, это ты сделала. Ты лишила отца. Ты разрушила семью. Когда они начнут по полной программе выдавать. В своем сразу-то. Для нее будет, говорится, Иудина окончание. Сегодня уже. Молитесь крепко-крепко, чтобы Бог помиловал ее. Это дети главные мстители. Я читал про одного. И он учит детей. Верить в Бога. А один мститель просто послушает. Да ты все же был коммунистом. А ты листом. А ты что детей-то учишь? Сверхо ходит. Посвящает воскресную школу. Боюсь. Убьют. А когда будут ходить, святый Игорь Ильич, они меня не убьют. Учит для того, чтобы дети не убили его. Если ты научила искомить и перед священником, разговаривая о том так, то с тобой он вообще тебя сбавит. Будет сраблять, а на других. Таких учителей, чтобы говорили о Боге. Этого не будет нигде уже. Повторяю. Этого не будет нигде. А с требующих дня, тех символов Петра Первого, требую ищущих. Ищу, кто бы меня научил. А как Анфим ответил. Ездили в бачках и где вы были в храме. Понравилось? Да, понравилось. Где-то, по-наруге, где. А почему понравилось? А никто замещали и не делает. Не требует нигде. То есть не требует ищащих дня. Я показывал, как им кладится он не хочет. И дальше всё остальное. Итак. Сухое дерево. Просмотрели. Каждый день в храме. И ещё одна у нас. Вот она где. Читай. Дочерей своих и внучек привёл он с собой. Ну как. Супер фотография. Супер. Есть на что посмотреть. Хорошее место. Очень. 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 И вот. Бабушка повторила. Это так ручки сложила. Так она. Это любой, кто посмотрит. Это кто? В мусульманских этих. В мусульманских этих. В республиках-то. Ну и показывали фотографии. Так это у вас мусульмане там. А и другие. Даже мусульмане. Они говорят. Да нет. Это православные. Какие православные. Это наши люди. А мусульманин один говорит. Я сколько по интернету хожу. Первый раз встретил мусульманских ребятишек. Ему объясняют. Это православные. Какие православные. Я Аллаха благодарю. Что наши дети где-то известны. Посмотрите. Как они одеты. И главное. Ему уже объясняют. Поясняют. Это все свое. Вот пожалуйста. Целомута истебилась. Это осталось только на память. Все это будет сожжено. Выброшено. Чтобы не напоминало. В какой час манов потом напомнил. Нужно прийти и привести с собой мусульмане. Отец здесь. Он их привел. Был момент. Когда ты приводил их. Вот. Теперь их нету. Ты поищи причину. Почему их нету. Какая твоя причина. Они говорили. Что отец ходит. То бочка сказал. Ты не ходи в храм. Только чтобы они ходили. Он не стал ходить. И они не ходят. Как не ходили. То есть. Легко доказать. Что это фальшь. Я не пойду. Потому что наш отец там. Какое же там обучение. Какое государство может устоять. На таких детях. Следующее. Вышел все эти. Все эти. Теми свои. И когда. Он сеял. И ноил. А. Наверное. Что ты считаешь плохо. Ну так. Ну так. Ну снова считай. Вышел все эти. Сеять. Семьи свое. И когда. Вверху считай. А. Наверху. Я более всех их потрудился. Не я. И прочее. А благодать Божия. Которая со мною. Хорошая. Очень. А вот теперь смотри. Это. Драмтеатр где. Это вот стоит. Кристина. А вот в белом. В белом стоит. Это Вагнер. Потеряевский житель. Николай Николаевич. Вот. У него четыре высших образований было. Он здесь жил. Да. Четыре. Четыре университета. Он был полковник в трех родах гост. Его не один раз вставляли название генерала. И не проходил потому что любил выпить. А одна единственная причина. Он прижал. Потеряевку здесь. Когда еще она не начинала строиться. Вот. А вот я стою рядом. Который здесь. Вот этот человек. Вот для Слова Божия не туз. Там стихотворение про меня написано. Это. Вот он и есть. Рогов. Хорошее стихотворение. Он, мне кажется, волтайскую правду принес. Вот он стоит. Это я и принес книги. Рогов. Владимир Егорович. Кажется, было на два старших дня. А дальше. Вот этот. Стоит. Это он теперь почему-то стал приписывать. Это. Сергей Иванович. Попов. А он через дерево Ладановым пишет. Он говорит, бабка Ладанова была. Я говорю, а при чем ты-то тут? Бабка Ладанова. Вот. Он настоящий композитор и поэт. Выпустил стихотворение аккорды про Ярмака. Ну тут мы сельские службы здесь. Ярмак захвачен. Ты иди скажи тогда же, что он хороший. Там есть. Вот они пришли на площадь здесь. Где-то они там были. Надпись. Не надо объяснять. Все понятно. Понятно. Все. Никакого. Наши. Стенд сделали. Они книги выставили. Книги продавали. Вот здесь тоже хорошие все. Вышли все. Вот они приобрели все книги. Вот стоят здесь. Так. Это надпись какой-то. Можете выучить? Согласен, да? Так. Мы где-то с тобой не закончили разговор. Ты сегодня начинай крепко об этом молиться. Не дай Бог повредят тебя или как-то что-то. Защиты тебе там никакой не будет. Никакой. Недавно писали случай вообще умопомешательства. Она на работе. А у нее девочка во втором классе. Она всегда встречала. А тут что-то задержалась. Прибежала. Она говорит. А у нас урок отменен был. И мы ее отпустили. А в это время два охлакона в этой школе учились. Они пришли. И они ее в классе изнасиловали. И задавили. И там электрощиток они туда. И щит большой. Они туда затолкали. И все. И она теперь бегает ищет. И только уже ночью. Там милиция, полиция. Ее обнаружили. Она мертвая. Вот и все. Поэтому что угодно может быть. Это школа. Девчонка одна с ними не принимала участие. Ты не будешь с ними. Там наркотик селом. Тоткнут тебя. Чтоб зависимость была. Потом потащить что-то. Она не такая, как они. Они ее затащили. Связали на крышу. И что с ней делали? И мочились на нее. На лицо. Как и корни развязали. Она там сквозь девятый этаж. Она бросилась вниз и разбилась. Мне рассказывает следователь. Я говорю, не может быть. Не может быть, когда следствие идет. Она не такая. Найти девицу или девушку очень трудно. А она именно девушка. До коней ее затащили в подвал. Держат руки-ноги. А ребята насилуют. Это не в литературе. Нигде такого не почитаешь. Нигде нет. Это школа. Обыкновенная, нормальная школа. Это следователь, который ведет мое дело. Он мне рассказывает. Ну и что? Ну а что сделаешь? Несовершеннолетние. Там какие-то... Со мной они ехали. Отец, помолитесь. Вот нас шесть человек. Мы там вот такое дело сделали. Ну, большие сроки могут дать. А обратно едем опять в одной кутузке. Закрытой. Ой, батюшка, как нам это помогло? Нам все-таки 56 лет дали. Все мы вместе 56 лет. За одну кугу. Вот и все. Понятия целомудрия вообще нет никакого. Учитель нас спрашивает, никто не знает даже, что это означает. Студенты не знают. Что такое стыдливость. Дальше. Читай еще. Учил сеять и сеять семи свое, и когда он сеял, у него и упало. Упало и у него многоточие. Так, это наши люди. Там видно Татьяну, Кристина и рядом Раиса. 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 Вот. К месту или к месту? К месту. Так, какое бы может другое здесь? Другую надпись. Я бы добавила. А? Я бы добавила. Добавила. Вот именно вот это. Призовем девицу. Что он нам скажет? Как раз вот Кристина смотрит. Вроде вот ей только рот открыт, и она что-то. Знаешь как он? Не ты издатель, а я. Ну и все. А когда начинают, уже они еще не могут доказать. Я говорю. Ты теперь сделай. И чтобы размышление для разума было. Вот здесь в одной книге она 14 ток. Вот. Кто-то принес 14 ток. Я говорю, а она здесь. Я. Ты принесла? Я сейчас покажу. Это самый такой спорный снимок. Они задолбили меня за него. Да это так. Вы знаете. Вы положили тут такой смысл. Да это разве можно. Тут архиереи. Архиереи. И те соблазняются. Ну давай посмотрим. Что-то. По-моему 14 ток. Вот. Что-то я даже не найду. Вот. Вот это я хватил. Да подумал, что 14 ток. Ну нет тогда. Это наверное не 14 ток. А. Да ты тут фотография больше. Я подумал. Ну почему нету-то. Короче говоря так. Там. На аби написано. Оп. Крещение. И на коленях. Крест опускает. Стоит депискот Максим. Угу. Здесь такой да. Видел? Угу. Ну. Это не я фотографировал. Это Костышев. Фотография отличная просто. Да. Да. Очень такая. А тут вот смотри Анлиса. Какие глаза могли. Все спрашивают. Это где ж такие жалкие жалкие люди. Ну видимо все-таки я ошибся. Не 14-й. Я сегодня его смотрел. Вот. И давай. Подпись такая. Епископ Максим. Верующий ли? Вопрос. Это гури. По сегодняшней неделе. Уже прошел десяток лет. И все еще. А так как же так можно? А так как? Я говорю. Давайте снова читать. Не добавляя ни одной буквы. Епископ Максим. Вы согласны с этим? Ну да. Что на ви крещение согласны. Вы не согласны с одной ли? Епископ Максим Верующий согласен с этим? Согласен. Но тут стоит ли. Больше ничего нету. И вопросительный знак. Вот ли и вопросительный знак. А я могу этот вопрос задать? Ну как же? Это же епископ. А вы видели икону? Вот когда в страшный суд показаны иконы. Иконы в дальних пещерах. Сатана на цепи тянет в ад. Огонь уже горит. Уже все. Уже после смерти. Первые епископы. С митрами. Потом идут священники. А уже наши братья там позади. Это в ад которые идут. Я на Таузбурге никого так не боюсь как епископов. Дальше. Двадцатая глава никуда не делала священниками. Призвав епископов и приседеров. Павел говорит. Призвав вас. У вас там лютые волки. Не щадящие стату. То есть бешеные рвать и рвать будем. И будут говорить привратно. И завращать. И цель одна, чтобы увлечь еще никого за собой. К епископов. Почему вопрос не поставить. Я не утверждаю, что он не верующий. Но верующий верит. А написано. Каждый день дать отчет в своем духовании. Я ему могу задать этот вопрос. Я собеседую. Я спрашиваю. А вы верующие? Вот меня он спрашивает. Допустим. Да, я верую. Я могу назвать дату. День. Час. Когда я его веровал. Где его доверимо работал. Какие у меня были чувства. Как переменилось все во мне. Как я в этот день. Меня узнать уже не могут. Какие Бог перевел изменения в Савли. Когда он превращается в Павла. Там еще сидит Анания. Епископ. Дорожит. Он идет сюда убивать. Он говорит. Другое уже совсем. Уже перерождение здесь. Я спрашиваю. Верующий верит. Так меня они кто-то спрашивает. Священники. Даже близкие. Ну как вы могли так сказать. Ну. Ну неужели жоп неверующий. Я говорю. Чего он так это беспокоит. Он лично мне еще не сказал ни разу. Хотя мы встречаемся не один раз с ним. Ни разу. Так. Первое мы посмотрели. Второе есть. Открываем второе. Давайте вот это вот откроем. Вот это первое. А ну пока. Певцы оставались на местах своих. Поют. Поют. Но какой смысл здесь может. Что за этим можно еще увидеть. Вот оно. Что здесь. Какой смысл. Поют. Вот человек который прочитает. Ну на местах огнеем должно быть. Или что-то здесь еще можно другое прочесть. Не высказанное. Да. Может быть. Потому что они продолжают молиться и веровать. Правильно. 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 А еще что? Ну-ка. Давайте думайте. Какой бы вы надпись поставили. Говори. 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 Вот здесь че нельзя. Девая марафа. Да. Ну это вот. Ну он пойдет почему. Он поет внимательно в глаза. Успел вниз. Вы что увидите родители? Вот этот вонтар. Да. Что там показывает? Вот здесь. Он записывает, по-моему. Это хорошо. А, он приводит. Может наноциацию делать кому-то. Да. Игорь выезжает, и вот телефон почему-то недоступен, Игорь Иванович, вопрос можно? Вопрос можно? Давай. Я хотел вернуться к вашему рассказу о фотографии о епископе, о верующей ли. Меня давно волнует такой вопрос, почему московская патриархия поддерживает в народе такой обычай, что вот именно на праздник Крещения Господня они освящают воду. Но? Для чего они это делают? Ведь освящение воды, это как приближать людей к танцу Крещения. Так, почему освящают воду? Вопрос понятен. Да, а вот они освящают и создают такое понимание у людей, что вся вода в это время освященная Богом, освященным. Ну все, вопрос понятен. Почему? Так, вопрос-то не ко мне. Как вы думаете, почему? Это принято с первого века, так было в церкви всегда, и это уже никак не изменится. А что освящается? Всегда освящалась вода. Мы видели в Ветхом Завете, освящалась вода. И водой это окропляли, это было всегда. А раз это было всегда, кто же это будет отменять? Тем более мы нуждаемся против болезни, и скотина у нас болеет бывает так. Освященная вода, раз это плохо. Помолились и так было всегда. Ну чего, хлебы освященные тогда? Я говорю, что все освящалось, жилище освящалось. Это было в Ветхом Завете, тем более в Новом Завете. Притом, это на освящение дома, даже псалом такой есть. Или на субботний день. Все. Нет, я понимаю, что они освящают воду, как у нас батюшки. Слушай, Игорь, больше ничего не отменяешь лишь. Если это не удовлетворительно, значит так и останется. Я такие вопросы никогда себе не задаю. Это принято, это положительно, это хорошо. И я с радостью иду. И вот мы поехали, представьте себе, мы едем по разным странам. Вот мы проехали, я говорю, в 15 стран. Пили сырую воду, отовсюду. Никто, там кипятить никто не даст. И никто не заболел. У нас с собой просворы, святая вода я взял. И мы каждое утро по просворку, просворку, в рот откусили. И святая вода. У нас все обезвараживает. Сегодня научно доказано. Но они по-своему говорят, особая энергетика, убивающая микробы. Мы не думали об этом. Мы знали, так положено. Мы православные христиане. И нам хорошо. У меня одно время только было, что-то неправильно. Хозяйка сделала так, что варила, как называется. Когда манты делают, пар. Мою сделала. И у меня вырвала собаку, и мне было неприятно. Собаку даже вырвала. Я говорю, как же ты могла так сделать-то? Ну, вот так вот, и я почти целый месяц к моему не прикасался. Мы иногда покупали, чтобы сделать. Вот и все. А здесь у нас никогда ничего с нами не было. Мы все освещали. Батюшка освещенной водой осветил машину. Ведь учитывая то, что это не иномарка, и мы проехали не худо, а не бедно, за пять месяцев с прошлым годом 80 тысяч километров. Да по каким горам! Как крутили, то вообще не выскажешь. Я все раз смотрю, составляю там, какой, с каким роликом-то. У меня голова кругом пошла. И как машина идет, и выворачивает, и выворачивает, и идут. Голова кружится. Я вон даре стоял, и за окно держался, чтобы не упасть. Вниз-то глянешь, около самой пропасти. Вот идет, вот прямо вот здесь вот, на расстоянии колеса. Дальше идет пропасть. На расстоянии колеса. И мы ехали ночью. Я глаза зажму, вот так вот, сижу, лес так утереблю, четкий, молюсь, чтобы только не видеть. И кое-кое-кое, как проехали это место. А поехали что? Навигатор показал напрямую и щечки, как выехать на Назране. Ну и выехали. Вообразить нельзя. Выехали уже ночь, на остановке. Ну, тут какая-то железка, кстати, я привязал. Тут рядом мойка. Ну, в стороне собака привязана, чтобы она была здесь. То есть, прибежали чужие собаки, палая. Теперь мы вытащили сухари, намочили водой обыкновенной, чтобы, ну, чем-то тело заправить. Я голову поднял, напротив моей собаки стоит с ружьем человек нерусский. Я так и ахнул. С ружьем стоит. Вообразить даже нельзя. После, мы узнаем, что это воздушка была. Откуда я в это время-то знал? Вот пока Витя с ним разговаривал, потихоньку отцепил, я его в кабину спрятал. А дальше уже еще в другую. Так, мы про певсов разобрали. Теперь вторая. На обратной стороне. Смотрите. Давай. Считай. Сестры-кормилицы подходят под благословение к митрополиту Лавру в Сан-Франциско. Именно они готовили обед. Это много сот людей было. Вот так. Теперь смотри. Это не выдумка. Это доверационная Россия. Ни одной в платке нет. Ни одной. Ужасно. Это не просто, но даже не девчонки, не пятилетики. Ну явно видно, что это женщины. И он там благословляет. И рядом смещенники. И они как будто не видят. Там иеромонах стоит. Они как будто этого не видят. Это Россия. Вот она вся. Они меня убедили, что они та самая Россия, которая была в 23 лет. Где они отодошли? Это вообще было бы... Нам платок что, помешал бы где? Вот мы даром и ехали. Вот идут. Бывают даже объекты прилично. Без платка. Ну я не говорю мусульманам. Без платка. Платок увидеть как пояс. В равной степени. Вот она вот наклонится под благословение. Все видать. Смотри как телевизор. Пожалуйста. Подходит к митрополиту. И грудь все открыто. Ну как это? Это не халикатура. Подпись соответствует действительности. Сестры, которые готовили до всех кардин. И видны у всех хорошее настроение. Фотография. О чем поговорить или нет. Я вижу, подходит одна седая бабушка. Под причастие. Губа накрашенная. Она говорит, сетка. А украинская сетка. Я просто не говорю, обещающая ее архиепископ. Артоний Сергеевич. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Лос-Анджелос. Лос-Анджелос. Я говорю, ну как же он так? Вот это матушка-вдова. Матушка-вдова. Она окрашенная там сережками. Идет защищается. Ну как я скажу. Ну если на ложке останется помада, тогда я ей скажу. Скажу, хорошо ли это, что следующему человеку будут помаду давать. Да ты бы шумнул ее в храм не пустил. Ты же за это отвечаешь. Да, потому что. Вдова, матушка. Вот оно что. Это я сам видел и с ним после этого разговаривал с архиепископом. Почему? Потому что мы в одном и в одном лобе. Вот она склонилась. Первое. Видно, что благоговейно так подходит. И он подосправляет. Все до одной. Ни одна не молится. Ну почему? Потому что здесь все подходит. Ясное дело, что молитвина должна быть состоятельной. И она, что они, подходите, сняли платки, значит, она так и готовит. У нас в армии было под ежикосы, подстриженное. И все равно должен быть колпачок, чтобы одна волосинка не упала. В армии. Повара, которые или кто-то там имеет дело к кухне. Дальше. Ну, ну что говорить. Все понятно. На молебнию мащейся особой армии шанхайского санхайцевского. О! Это действительно так и было. А для чего ты хотел рисунок в это, в фотографии попести? Ну, кто это знает. Плохо, ладно. Чтобы доказать, что вот это объявление можно, они вот это взяли за исторический момент. Мы не сами, а мы к и армии пошли крышляться, к этому, шанхайскому. Мы там помолились, заучились. И обеда тянут, когда там икона юберская. И икону с собой тащат. А до обеда, и опять с иконой идут обратно. Без комментариев. И последнее на этой стороне. Наблюдай день субботний. Хорошая фотография. Посмотри, какие девчонки сидят. Посмотрите. Там в Доливе дать Галя, Аняжа Васильевна, Ильяна тут наша. Смотри. Наблюдай день субботний. Отдыхай день субботний. Какой смысл заложен? Отдыхай, правда. Славь Бога. И дать концерты, полные по этой песне. Правда. А почему нам не субботу празднули на воскресенье? Субботники нам так и говорят, на 37-го дня. Написано суббота. Когда с ними спорят, очень много читают, говорят, это лет в Завете, в Новом Завете Господь отменил закон. Написано суббота, вечное постановление. У них Христос сегодня отменял субботу. А почему у нас воскресенье, Христос субботу? Почему? Потому что Христос воскрес. Этот день возвели в праздник. Игорь, нужно определенно, четко по Писанию. Знаешь или не знаешь? Ну вот и все. Разговаривают люди, у которых звание профессора. Заукская академия, ответительство седьмого дня. Вадим Бутов приезжал. Я с ним встречался. Я беседовал с Полкославским. Это профессорай. И ему надо доказать, что суббота имела временное значение с указанием на воскресенье. Суббота означает шаг от покоя. Покой, да, на воскресенье. А почему вы решили? И я решила, а Господь решила. Вот тут они задумываются уже. А как вы решили? Очень просто. Скажите, апостол Павел был в проповедниках. Он шофтером где был? Корот не доил. Я более всех потрудился. А дальше перечислять. Ну да, в гонениях. Это труды. Переносить как труды. Это труды. В опасностях. Это, говорит, в трудах. Это все труды. В денег. Это труды. Пост. Даже в том, что шеревелка пост. Это труд. Большой труд. Так. Значит, проповедь, благовестие. Это труд. Ну давайте дальше разбирать. Христа раскрали в пятницу. Тело военности поставило. Садушение. И духом, сойдя в преисподние. Первая деталь 3, говорит. Там 15 даже. Он проповедовал. И 4 и 6. Находящимся в преисподних местах. Он проповедовал в пятницу, в субботу и начало воскресного дня. Его труд был там. Труд был закончен в воскресенье. И суббота, она подводила человека в воскресенье. Все в этом завете было написано. Закон имел тень будущих благ. Не сами благи, а тень. Тень. Ну а как? Если закон говорил, не при любодействии. А как в новом завете? Это тень только раз была. Это реально было. В новом завете Господь говорит. Да я говорю вам. А я, означает, вот так шли. А я говорю вам, поверните туда. А как это так? А я говорю, кто-то посмотрит. С вожделением. Уже. Да даже никто, как он знает, это не слышал. Об этом даже ни Иов не знал, ни Давыд, ни Соломон, ни горя Соломона там. Не знаю. Там написано, не убей. А Господь, а я говорю, гневащийся напрасно. Подвяжи нас в день. Сказавшим брату, тот от гиени огненный. Безумный. Хотя все требует разъяснения. В Ветхозаветнее написано, не кради, а вном за эти дни пожелают. Отдай последнее. Покажи, на что ты способен. В Ветхозаветнее, а оно было дано то, что мог любой изыщник выполнять. Но Ветхозаветнее, которое Господь показал в этой заповеди, его может выполнить только христианин. Ни изыщник, ни мусульманин, ни буддист, никто этого не может выполнить. Это невозможно. Наивысшее достижение, которое есть в Новом Завете, это водительство Духа Святых. Семьство просветить Богу. Жить то, что скажет Бог. Посветите Ему в день субботы. Суббота образно указана на воскресенье. И что интересно, когда с 9-10-11-12, показываешь, что ты делаешь, практически не возражений никаких нет. То есть субботу Бог не отменял. То есть на завете субботы, это на завете воскресенье. Так сколько времени? Пол второго, 20 минут уже. Лишних? Второго. Второго. Опять минуту. Ага. Значит, оставьте на этот листик, который есть, до следующего раза. Так, я еще несколько взял, кому развеет листья надо, если дать, вот возьмите. А тогда, чтобы они могли рассудить. Бесплатно. Вот это надо обещать. Вот. Давай, 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 давай. Аплодисменты. Аплодисменты. Что положено? Аплодисменты. Блажей, Дитя, Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херунги, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Безыстрения Бога, Слово Рушую, Сущую, Богородицу, Тебя, Величаем. Милосердный Создатель, мы благодарим Тебя за воскресный день покоя, Который Ты даровал. Благослови братьям наших путешествующих. И слышаное из Слова Твоего, помоги нам исполнить с радостью, Внимая словам Твоим. Буйных и гордых сам усмири, не дай им погибнуть. Защити это место от желающих причинить зло. Бог, нас научи быть внимательным ближним и исполни благодатью Духа Твоего Святого и Любовью друг к другу. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Никита, давайте тебе наказ. Но я разрешаю тебе звонить, но не приходить для этого решения и оттуда находиться Бога. Понял? Тебя могут там пасти так, что всех своих знакомых выщитает и будут приводить. Ты это имей ввиду. Заранее позвони, скажи, нужно прийти, чтобы я знал. Телефон мой возьми сразу. Позвони, дай мне, иди еще раз. Спасибо.